Какой-то долг, скажем так, да, либо какое-то у меня обязательство перед банком, я ему в качестве клиента не имею права расторгнуть его в одностороннем порядке. Это очень элементарно. Я здесь, как бы, открытия Америку не открываю. Но здесь залогодержатель, то есть банк ФКУ, финансо-кредитное учреждение, оно может расторгнуть договор о залоге в одностороннем порядке. Как раз таки для облегчения, как раз вы их протрагиваете. То есть рахм является обязательным актуализмом, то есть он является обязательным к выполнению. Владение залоговым активом. Это означает передачу владения конкретным активом от должника клиенту, от должника, то есть клиента, кредитору, и происходит на основании тех же требований, которые являются владением проданным активом. У меня здесь такой вопрос, да. Ну, сегодня была сессия. Это вы уже риск менеджмент? Кто высший пилотаж исламских финансов, то добрым. Да, ну, инглезия, инглезия. Кто высший пилотаж исламских финансов, то есть клиенту, что вы можете, как клиенту, сказать «но», «но». Ахтур лезвинг не взяток просто с потолка. Это означает, что при, значит, взыскании задолженности у человека, который дал долг, или каким-то, перед которым возникли обязательства, он имеет в судебном порядке по шариату, значит, сделать так, чтобы тот, который получал, да, должник, выполнил свои обязательства. Поэтому Ахтур лезвинг, например, та же Иджара, если человек взял, например, в аренду какую-то сельхозтехнику, да, допустим, комбайн, и потом через полгода он решил, ну, на год, скажем, договор был составлен, и он через полгода решил просто его возвратить. Должен ли он оплатить стоимость, оставшуюся часть, значит, срока аренды? Нет. Давайте я Камчатку, не прошу. Камчатка, не смейте. Вы рассматриваете слайды? Кто с нами? Поднимите руки. Остальные просто, да, этот... В соответствии со своими договорами. Нет. Чисто ответ юриста, видите? Юристовый, да? А, супер. Значит, смотрите, ваше мнение, да? Ну, тут уже озвучилось, он должен оплатить всю сумму, тот, кто обязался оплатить, но та сторона имеет право пойти ему навстречу и ограничить по этому компанию. И того, Иджара-контракт, то есть вот этот лизинговый, исландский лизинговый контракт, является обязательным договором или, скажем так, договором, который можно расторгнуть? Любая сторона. Нет, не любая сторона. Обязательный, скорее. У меня вопрос, скорее. А по поводу... Тут написано, что залогодержатель нет права расторгнуть договора о залоге. Это касается именно залога или во всей сделке? Залога. Залога. То есть не то, что там будет, там, снижение. Вот он, залог. Ну, если вы щедрая душа, вы можете сделку расторгнуть. Ну, то есть, получается, да, можно расторгнуть, но с оплатой всей суммы. Можно расторгнуть, а оплату всей суммы. Скажите, а Каран на этом залогу что-то выключил? Супер. Вы доктор, наверное, философских налогов? Нет, я просто банкер. Банкер. Смотрите, здесь, Коран говорит, он подразделяет вот эти взаимоотношения как раз на те, которые можно расторгнуть, на те, которые нельзя расторгнуть. И здесь вопрос как раз и таки был. А какой устаз, оброшенный устаз, а какой договор является таким, который можно расторгнуть, любая сторона может расторгнуть? Значит, он нас дать нам ответ. Есть такой договор, как Джуана, например. Суть этого договора заключается в том, что я объявляю цену, говорю, у меня потерялась лошадь. И в лесу, кто ее найдет, сейчас лошади сколько в Татарстане? Никто не занимается лошадьей? 10 тысяч долларов. Значит, кто найдет 10 тысяч долларов? Вас как зовут? Асхат. 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 Асхат говорит, окей, я сейчас прогуляюсь, посмотрю, там на полянке, туда-сюда. Что-то я запарился, сам ищи. Все, расторгнул и пошел дальше. Пошаря, то считается, имеет право расторгнуть. Лошадь, я сказал, она стоит, я обнимал цену, 10 тысяч долларов, немаленькие деньги. Нет, моя лошадь была. Я вам характеристику дал, фото дал, имя дал, чтобы звать и так далее. Получается, вот такого характера договора можно будет расторгнуть в одностороннем порядке. Далее, значит, право назначить агента. Кредитор, то есть финансовое учреждение может назначить агента, который должен иметь те же права распоряжения, что и принципа для владения залоговым активом от его имени. То есть здесь получается, что если я залагодержатель, вы, например, залагодатель, я могу, согласен с вами, значит, свои права на качество этого залога передать третьему, третьей стороне. Вы же в этом случае перед вами еще долг возникает, когда вы залагодержатель, когда вы передаете права залога, вы и права по долгу передать можете или нет? Переуступка можно или нет? Вот здесь есть сертифицированные шарианские эксперты, но не хотят, да, себя обнаруживать? Вопрос к вам. Айуфи, прошу вас обратить внимание, камеру направить на этого человека. Сейчас он отвечает на вопрос. Вопрос какой был? Вопрос на него, может, я знаю ответ. Вопрос был следующий, да, то есть есть залогодержатель, есть залогодатель. Залогодержатель, почему он залогодержатель? Потому что ему еще дополнительно обязаны, есть должник. Наш устав говорит то, что права залогодержателя он может передать другому лицу. Вопрос в следующем. Когда он передает права залогодержателя другому лицу, права должника тоже передается или нет? Должник ему должен оплачивать долг или иному лицу? Как это передается? Правильно ли я понимаю, что происходит-то перевод долга в том числе? Да, нет, не происходит. То есть он передает свое право по залогу, а не перевод долга. Перевод долга – это одно, а перевод права по залогу – это может быть немного другим. Если я правильно понял ваш вопрос. Прекрасно. То есть мы имеем два момента. Мы имеем два момента. Значит, залогодержатель свои права может передать, а переуступка долга запрещена. Передать свой долг третьему лицу. Можно на примерах конкретно? Мы сейчас теорию обсуждаем, мне непонятно. На примерах? Да. С квартирой, с машиной. С квартирой, с машиной. Вы теперь поняли, да, как я полтора тысячи людей обучил? Только бегая с микрофона туда. Я так понимаю, я примеры приведу, и шеврятские эксперты меня поправят. Допустим, я беру в залог ваш автомобиль, и не хочу его хранить у себя, и владеть им. Я говорю, вот парковка, они будут являться залогодержателями, но должны вы по-прежнему мне. И когда вы решаете свои долговые обязательства, то моя обязанность – обеспечить возврат вашего заложенного имущества. Поправьте. Не передача права по залогу, то есть это не перезалаживание, не перезалог. Когда, да, чтобы держать залог, не держать его у себя, а держать у третьей стороны. Стороны могут договориться об этом контракте, да. Смотрите, если вообще по залогу, здесь залогодержатель не имеет права, не имеет права получать выгоду от залога. Есть такое как бы правило. Почему? Потому что выгода по залогу будет расцениваться как расставщительство. Почему? Потому что сделка была заключена на определенную сумму, и залог, он просто обеспечивал в качестве гарантии данной сделки. Называется asset packet, да, на английском языке, если вот говорить. То есть она получается, эта сделка, обеспеченная залогом. Но если я залог переуступаю кому-то, либо передаю там, скажем, по какой-то скорости и так далее, то автоматически возникает здесь какая-то сумма вознаграждения, да, за это, именно к банку. Поэтому эта сумма, она является расставщительской, и поэтому здесь возможна передача залога, как я уже здесь написал. Если хочет кто-то оспорить, может поехать в Бахрейн, королевство Бахрейн, и сесть с учеными, и там дискутировать. Я здесь сейчас не собираюсь дискутировать, как данность примите. Окей? Я объяснил логику, в чем здесь заключается логика. Если кому-то непонятно, потом можем еще сесть и дополнить. Кажется только денег? Да. Давайте... Про смерть, про смерть. Про смерть. Ну, здесь вот как раз-таки юристы сидят. Смерть стороны. Если одна из сторон случайно погибает, ну, договор залога, он остается в силе, не расторгается. Кто является правоприемником данного договора? Отвечает юрист. Ну, тут наследственное право вступает в логику. Совершенно верно. То есть, здесь, получается, наследники... То есть, если это залагодержатель, получается, его наследники принимают автоматически право залагодержателя. Если это залагодатель... Наследники не вступят? Смотрите, здесь шариат такая тонкая вещь. Если это, получается, должник по шариату долг висит на наследниках, они не могут в одностороннем... Я же вначале сказал, что клиент, должник, не может в одностороннем порядке расторгнуть этот договор. Но если это залагодержатель, то есть банк, хозяин банка умер, грубо говоря, осталась супруга с детьми, и они не хотят заморачиваться с процессуальными, там, скажем, проволочками, и они говорят, окей, хорошо, мы этот залог в одностороннем порядке расторгаем. Они имеют это право. Почему? Потому что я вначале сказал, что право именно расторгнут только здесь одностороннее, и оно принадлежит залагодержателю. Понятно, да? Когда получается, наследники в любом случае принимают на себя обязательства по долгу, да? Ну тогда оно противоречит нашим наследственным... Почему не противоречит? Не противоречит? Здесь маленький вопрос такой, если в наследство никто не вступает, все переходит в государство. Вопрос в этом, наверное. Вы, Малич, если нет наследников, если нет наследников, то есть если не определил какой-то слот наследников, тогда... Да. Но здесь очень важный момент, уважаемые коллеги, очень такой щепетильный момент. Вот у нас, например, такой был, да? Просто из жизни очень важный момент. Если вы будете финансовые финансы внедрять, подумайте об этом нюансе. В шариате есть такая заупокойная молитва. Вы, наверное, видели, когда имам ставится, например, умерший впереди имам. Дальше имам стоит, и за ним стоит джамаат, то есть стоят люди там, родственники и так далее. И имам задает один всего лишь вопрос. Какой вопрос? Не знаю. Есть ли какие-то долги из этих мужчин? Да, там, значит, есть долги, поднимают из этой общины люди, соседи, знакомые, родственники, партнеры и так далее. Второй вопрос у имама, кто готов оплатить его долги? Потому что наш пророк Мухаммад, он сказал, кто ушел с долгами с этого мира, в ином мире будет иметь определенные проблемы. И родственники, как раз таки, они все пытаются закрыть долги его, чтобы ему в том мире было более комфортно. У нас был такой пример, у нас один клиент взял большую сумму, умер, и компания решила списать. То есть по шариату мы имеем право списать, сказать, окей, хорошо, здесь правильно. Через месяц пришел сын, говорит, отец, мне снится каждую ночь, сын, верни долг, сын, верни долг. Я вот пришел, здесь барсетка, барсетки полностью сумму принес, собрал, я хочу за отца полностью все долги перед банком закрыть. То есть в исламе есть такое, что именно вот мы здесь же говорим обеспеченной, обеспеченная сделка, то есть обеспеченная сделка именно обязательства с долгом. Если здесь получается, что наследники отказываются, то у них будут проблемы с... Нет, сны будут кошмарные и так далее. Это, конечно, я из области, как говорится, метод. Если, да, здесь профессора сидят, поэтому я, наверное, в такие области не буду проходить. Итак, окей, хорошо, ясно, да, в целом ясно, подход исламский такой, что мы, например, мы можем простить, как банк, но родственники все стараются, поэтому у нас пар, он до одного прямо не доходит. Ноль, 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 сколько это целое? Возвратность, то есть у нас стопроцентная. У нас все 750 тысяч сделок, которые мы совершили, все практически без обеспечения, все практически на честном слове. Представляете? У меня вопрос возник. Вы сказали, что залогодержатель не имеет права получать дивиденды, ну, и привык, как говорится, да? А если залогодержатель умер, и у него нет наследников, или наследники не приверживаются от шариатских стандартов, а если наследник остановится залогодержателем и будет получать за этот дивиденд, ну, например, корову, приплод, даст, ну, отвода, да, ну, условно, поляк, ущемляет ли это права залогодателем? И если залогодержатель будет получать дивиденд, ущемляет ли это по корану или другим коммунам? Супер вопрос, фактически, чисто вопрос, смотрите, если залогодержатель, получается, умирает, у него наследник остается, этот наследник, он не придерживается каких-то принципов, и он решает получить дивиденды, например, там, в виде молока, коровы и так далее. По шариату, все, что вот он получил, он должен отдать на благотворительность. То есть, даже вот это получение вот этих, скажем, несоблюдение принципов, не освобождает. Раз они решили заключить договор именно Рахман, то их не освобождает следовательно. Контролирует? Контролирует шариатский надзор. В Кыргызстане конкретно, это уже прописано в гражданском кодексе. Это вы можете потом прийти в судебном порядке, и, значит, суд примет решение в соответствии с этими стандартами. Так, едем дальше, да? У нас первая сессия закончилась, поздравляю. У меня еще там 100 слайдов. Я думаю, что такими темпами мне нужно будет здесь, наверное, остаться. Так, сейчас мы можем выйти туда.